МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем будет выделена финансовая помощь в размере от 9 до 40 тысяч рублей. Благодаря новым проектам в городе появятся коверкинг-зоны, киносеансы для глухонемых и даже пройдет турнир по классическому фехтованию. И мы обязательно там побываем, все покажем и даже объясним, что такое коверкинг. Но позже. А прямо сейчас масса других нужных объяснений, полезных советов и важных рекомендаций в очередном выпуске НЭПа. Меня зовут Елена Ростовцева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе НЭП. Пока Анастасия отдыхает и наслаждается жизнью, ее посудомоечная машина работает вовсю. Я же подхожу к раковине, и что я вижу? Гора посуды. Сейчас буду мыть это все вручную, посмотрим, кто кого. Руки домохозяйки против посудомоечной машины. Устраиваем чистый батл и выясняем, а так ли эффективны кухонные помощники и стоит ли тратить на них свои деньги. В первую очередь любой крем, он подбирается, естественно, по частям тела, подбирается по характеру кожи, по типу кожи. Не дай себе засохнуть. Увлажняем и подпитываем собственную кожу. Какие средства для этого использовать, разбираемся в нашем НЭП-эксперименте. Нажав всего лишь на одну кнопку, вы поднимаете изголовье вверх. Пытаемся понять, на какой кровати спится слаще, на ортопедической или с эффектом невесомости. Считается, что цвет посуды напрямую влияет на наш аппетит. Желтый его повышает. Еда в тарелке желтого цвета словно шепчет «Съешь меня». И ведь ослушаться невозможно. А уж если тарелка желто-оранжевая или красная, то опустошать ее до дна будут регулярно. На белой тарелочке все тоже выглядит красиво, особенно если само блюдо разноцветное. Черная посуда внимание привлекает, так как выглядит эффектно. Но аппетит при этом отбивает. То же самое касается голубых и сиреневых тарелок. В общем, хотите накормить худосочного отпрыска, кладите ему каши да побольше, в тарелку да пожелтее. Если любите поесть на ночь, а на носу Новый год и нет денег на новое платье большего размера, ешьте свои овощи из черных, синих, сиреневых или болотных тарелок. Ну а потом на легкий фитнес к самому волшебному месту в доме, в котором посудные горы вырастают сами собой. Краковине доказывает, что вы гораздо полезнее посудомоечной машины. Виктория Тихонович это делает регулярно, даже сейчас. Раньше женская доля была предопределена и закреплена в сознании у большинства людей. Кухня – основное место обитания прекрасной половины человечества. Сейчас век феминисток и карьеристок этот стереотип начинает разрушаться. Тому поспособствовал и технический прогресс, например, изобретение посудомоечной машины. Первая посудомоечная машина была изобретена женщиной в конце 19 века. Звали эту креативную даму Жозефина Конкрейн. Причиной разработки и изобретения стала личная проблема. Уж очень часто у прекрасной Жозефины разбивался ее китайский фарфор, которого после мытья руками становилось все меньше и меньше. И уже в 1885 году Жозефина получила патент на изобретение посудомоечной машины. На тот момент посудомоечными машинами закупались в основном владельцы ресторана. Сейчас же таким агрегатом у себя дома никого не удивишь. Посудомоечные машины делятся на встраиваемые и полноразмерные. Плюсы в встраиваемой технике вы подберете дизайн, оформление, то есть она будет более современно смотреться. Плюс в обычной полноразмерной посудомоечной машине она недорогая. Встраиваемая посудомойка обойдется в среднем в 17 тысяч рублей. За полноразмерную будьте готовы отдать 12 тысяч рублей. Специалисты утверждают, что благодаря высокой температуре посуда отмывается лучше и качественнее. Но есть и другое мнение. Некоторые считают, что нужно покупать посудомоечные машины, которые используют лишь холодную воду при мытье, по причине наименьшего содержания вредных элементов. Главный фактор играет, что температура очень высокая. То есть вот так, как вы отмоете посудомоечные машинки, не отмоете руками. Вызов принят. Будем экспериментировать. Сейчас практически каждая вторая девушка мечтает о посудомоечной машине. Ведь это действительно удобно. Анастасия счастливая, обладательница, это такая помощница. Настя, расскажи, какова польза вот от такого агрегата? Ну, польза очень весомая, так как я учусь работы. И вечером, когда я прихожу домой, это очень много посуды. Так как есть посудомоечная машина, загрузил все. И она работает бесшумно. Можно загрузить вечером, прийти после работы или учебы, тому, кто чем занимается. Поставить на ночь, утром встать, и посуда будет чистая. Также есть там разные режимы. Это как долгое мытье посуды, так же ополаскивание. Ну, мне очень нравится, экономит время. Прям я в восторге. Ну что же, давайте посмотрим, как машина покажет себя в деле. Открываем отсек, кладем специальную таблетку, которая хватает на несколько моек. Выбираем режим. Ведь выбрать действительно есть из чего. Эко-режим деликатный, интенсивный, нормальный. В среднем машина работает 2,5 часа. Но если посуды немного, можно выбрать режим вручную, например, на 1 час. Посуды у меня не так много, поэтому загружаем всего на час. Эх, как прекрасно не мыть посуду. Целый час для того, чтобы в хорошем смысле слова побездельничать. Пока Анастасия отдыхает и наслаждается жизнью, ее посудомоечная машина работает вовсю. Я же подхожу к Раковине, и что я вижу? Гора посуды. Сейчас буду мыть это все вручную. Посмотрим, кто кого. Ловко, скоро, быстро, бойко. Я сейчас посудомойка. Пока орудую моющим средством и сочиняю стихи, Настя решила чай попить. Ну, а что может себе позволить? В итоге прошло полчаса. Посуда помыта, как будто новенькая. Ой, все, я закончила. А нам еще полчаса осталось. Оставшиеся полчаса пролетели незаметно и поговорили, и любимую программу посмотрели. А посудомоечная машина тем временем закончила свою работу. Этим рукам я доверяю, как они помоют посуда. Вот здесь вот. Внимательно осматриваем и сравниваем. Хм, ну слушай, мне кажется, здесь все-таки небольшой налет. Да нет, тебе кажется. Смотри, она идеально чистая. Нету ничего. Она еще не должна, посудомоечная машина полностью, чтобы посуда была сухая. Нет, она бывает иногда влажной, иногда капельки, потому что это зависит от стирки. Неп-вердикт. Руки хозяйки по своему КПД ничуть не уступают посудомоечной машине, да и отдельные проблемные места промывают тщательные. Какому способу отдать предпочтение, решать вам. У нас же с Анастасией мир и полная кухонная гармония. Лично я предпочитаю все-таки мыть посуду руками. Руками своих детей. А они предпочитают посудомойку. Вот такой замкнутый круг. А ведь если бы не это малоприятное занятие, то где бы тогда придумывала свои чудесные детективы Агата Кристи? И как бы мы узнали, что убийца дворецкий. Так что регулярное истребление посудных горок в раковине вполне возможно рано или поздно откроет и в вас какой-нибудь талант. Ну а пока вспомним, что мы еще и женщины, а не только посудомойки. И отправимся наводить красоту вместе с Алиной Малиевой. Все мы знаем, что зима – это искристый снег, забавы на горках, коньки и лыжи. Но для нашей кожи зима измеряется лишь в увеличивающихся литрах крема. Вам кажется, что кожа вот-вот сползает с ваших рук? Есть несколько хороших новостей. Во-первых, вы не одиноки. А во-вторых, решение есть. Именно об этом я хочу рассказать вам прямо сейчас. Итак, шесть простых правил, как увлажнить кожу. Первое, что сделаем – заварим травяной чай. Пусть он войдет в ваш рацион и закрепится там надолго. Уже через месяц вы почувствуете результат. Второе. Увлажняйте воздух. Либо при помощи увлажнителя, либо периодически развешивайте мокрые полотенца на батарее. Правило номер три. Основное питание и омоложение кожи получает изнутри. Основное количество жидкости нужно выпивать до обеда. Это примерно 80% от того объема, который зависит от времени года, от физической нагрузки, еще раз подчеркиваю, и так далее. То есть, если это 3 литра жидкости, значит, где-то 2 литра нужно выпивать до обеда. Потом же все остальное. Только в этом случае можем обеспечить упругость нашей кожи, хорошее качество жидкости наших органов, в том числе и печени, и почек, и мышц, потому что все они состоят из жидкости. А если кожа увлажнена, то и морщины подождут. Не прощайтесь с вашим солнцезащитным кремом только потому, что лето закончилось. Перед выходом из дома обязательно пользуйтесь средством с защитой от солнечных лучей. Правило номер 4. Смена ухаживающих средств. Если летом у нас 3 основных принципа ухода за кожей – это очищение, увлажнение и защита, то зимой мы переходим на очищение, питание и защиту. То есть акцент делаем на питании кожи. В связи с холодами, кондиционерами в помещениях мы должны питать кожу, чтобы не было обветривания, шелушения. Потому что влага с кожей у нас испаряется, ее нужно защищать. Не забывайте и про кабинеты косметолога. Данная маска, она питает кожу, увлажняет, выравнивает цвет лица и имеет небольшой лифтинг-эффект. Одно такое посещение разорит ваш кошелек на 500 рублей. Это того стоит. Буду красивая. Правило номер 5. Ваши верные друзья на эти 5 месяцев – перчатки. Но если все же руки подвержены наибольшей сухости, парафин вам в помощь. Парафина терапия особо актуальна. За счет согревающего эффекта улучшается кровообращение, питательные вещества проникают вглубь кожи. В течение нескольких недель кожа будет ухоженной, увлажненной. Лицо увлажнили, руки тоже осталось в наше тело. Один из способов не только увлажниться, но и согреться морозными вечерами – фитобочки. А что мы сейчас будем делать? Разогревание в аромофитобочки, нанесение скраба и маски, релаксирующий массаж. В фитобочке тело не только разогревается, но и выводятся токсины и шлаки. Не хочется выходить. Сейчас потихоньку выходим, к сожалению. На улице холодная, здесь тепло. У нас процедура еще продолжается. Далее по курсу скрабирования и нанесения маски. Масочку мы подбираем по типу кожи. Есть увлажняющие, есть регенерирующие для проблемной кожи, очищающие. Ого, прохладно? Да, оно будет холодить. Глоток свежего пара, очищение плюс массаж обойдется вам в 3000 рублей. А кожу напитает на 2 месяца точно. Эх, даже уходить не хочется. Ну, побалуем себя еще. Как классно! Водорослевое обертывание. В состав водорослей входят всевозможные ингредиенты водорослевые. То есть это может быть и фокус, который обладает мощнейшим свойством детоксикации организма. Это водоросль литотамниум, который обогащает наше тело всевозможными микроэлементами. И напоследок правило номер 6. Постарайтесь отказаться от фена или хотя бы увлажняйте кончики волос касторовым или репейным маслом. Ну и как без эксперимента? Будем сравнивать питательный крем и масло для рук. Останутся ли жирные следы после применения и сможет ли кожа сохранить влажность на 24 часа? Как обещают производители. Разберемся. На правую руку наносим крем, на левую масло и оставляем впитываться на 20 минут. Оцениваем результат. Берем салфетку и пропитываем область, на которую нанесли крем. Он полностью впитался и не оставляет жирных следов. Масло показало тоже достойный результат, но вот на ощупь кожа излишне эластичная. Посмотрим, что будет завтра. На следующий день. Все-таки на 24 часа ни одного, ни другого средства не хватает. И ручки уже хочется быстрее увлажнить. Любите свою кожу, и она обязательно порадует вас своей красотой. Дамы, на это нужно сходить. С подругой или старшей дочерью. А муж пусть дома посуду помоет. Страстное и очень зрелищное шоу «Под дождем» от Петербургского театра танца «Искушение». По традиции разыгрываем два пригласительных в нашей группе ВКонтакте. Оставите седьмое в топике шоу «Под дождем» слово «Хочу». Увидите такое. Завидуем. А пока на просторах интернета разгораются нешуточные конкурентные страсти, в телевизионном пространстве царит размеренная реклама. Вернемся через пару минут. Строительная группа «СМ-Сити». Мы строим. Отлично. Открыто. Ответственно. «СМ-Сити». Мы строим образцово. Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал». Участвуйте в программе накоплений рента. Увеличивайте ваши средства на самых выгодных условиях. 18% годовых по сбережениям. Рента. Время собирать урожай. Более 2000 позиций мягкой корпусной мебели. 500 моделей кухонных гарнитуров. Доставка, кредит и рассрочка. Мебельный терминал. Шахтеров 49Б. Строительная группа «СМ-Сити». Мы строим. Отлично. Открыто. Ответственно. «СМ-Сити». Мы строим образцово. Однажды друг Марка Твена пожаловался писателю на то, что боится спать, потому что ему все время кажется, что под кроватью кто-то есть. «Не бойся», – ответил добрый Марк Твен. «Просто отпили у кровати ножки». Сейчас и отпиливать не надо. Кровати с ножками и без ножек. Большие и маленькие. А с ними подушки, матрасы и тумбочки. В общем, все, что нужно для спальни, можно купить в одном месте. Экскурсию в это сонное царство проведет Анастасия Прохорчук. И кто только придумал фразу «Утро добрым не бывает»? Наверное, тот, у кого кровать скрипит, подушка твердая, одеяло смялось, а матрасу не один десяток лет. К нашему потребительскому счастью, всю эту неделю мы знакомились с новейшими разработками в деле спальном и убедились – утро бывает добрым, особенно, когда правильно подобраны все аксессуары для полноценного отдыха. Момент первый – матрас. Он может быть пружинным или беспружинным. Внутри у добротного матраса присутствует натуральное наполнение – латекс или кокосовое полотно, или искусственное – упругая пена с памятью формы. Мы познакомились и с моделями подушек. Это последние технологии. Подушка с охлаждающим эффектом, анатомические двухсторонние валики и, наконец, подушка-трансформер меняет свою высоту. Для каждого изделия производитель предлагает непромокаемый мембранный чехол. Так вы защитите подушки матраса от чрезвычайных ситуаций. Если любите кофе в постель или ваш кот, то и дело норовит присвоить постельную территорию себе. Такая мембранная защита для вас – это экономия. За многоразовый чехол вы отдадите, к примеру, полторы тысячи рублей, а за химчистку матраса – три тысячи. Арифметика очень простая. На сегодняшний день очень важно облагородить ваше спальное место и также его интерьер. Чтобы, приходя домой, вас радовала ваша комната, чтобы засыпали и вставали вы с хорошим настроением. Сейчас очень удобно подобрать понравившиеся кровати шкафы-купе, комоды, также прикроватные томбы. Кровать – это интерьерообразующая точка. Вокруг нее в дизайнерском вихре собираются и остальные элементы вашей спальни. Это очень элегантная и строгая кровать. Прямое высокое изголовье притягивает взгляду. Эта кровать напоминает чем-то аристократическую выправку и осанку королевской особы. Изысканный изгиб изголовья, глубокая утяжка делает кровать привлекательной. Не стесняйтесь задавать вопросы консультанту, проверять выставочные образцы. Как вы думаете, что внутри у этой кровати? Кровать можно комплектовать не только ортопедической решеткой, но и подъемным механизмом. Подъемный механизм добавляет вам еще бельевой шкаф. Также подъемный механизм можно регулировать на своей удобной высоте. Мягкая съемная обивка на липучке, нетравмоопасные углы. Дно такой кровати без труда раздвигается, а значит, влажная уборка теперь не проблема. А это пример релакс-зоны. Это не просто кровать, но автоматический механизм с функцией невесомости. Ортопедическое положение вы сможете подобрать сами, не вставая с кровати. В таком положении кровоток отходит от ног, и вам, соответственно, становится гораздо легче. Есть и положение для работы за компьютером, для комфортного просмотра фильмов или для чтения. И напоследок пара модных спальных тенденций. Первое – это мягкая обивка. И не только спальных мест, но и других элементов мебели. Комодов, тумб. Второе – это использование кованых элементов. Такое узорное изголовье придает всей конструкции историческую изящность. И, наконец, игра фактурой и цветом. Хотите кровать в темно-сливовых тонах – это не проблема. Благодаря большой палитре цветов вы можете подобрать индивидуальный дизайн своей спальни. Текстиль, эко-кожа, велюр, ткань с функцией антикоготь – такое покрытие легко очистить от загрязнений. Проверено на практике. Дизайнерские кровати, анатомические подушки, ортопедические матрасы и мебель для спальных комнат вы без труда найдете в салонах «Формула сна». Рассрочка и приятный бонус. При покупке кровати – две тумбы в подарок. Торопитесь. Торговый дом «Атмосфера дома» – Вавилова-1, строение 39 и торговый комплекс «Континент Шахтеров-65». Дружба крепкая не сломается, если она есть. Мы все расслечь имя-нибудь друзьями. Но мало кому приходило в голову на этом зарабатывать. Но одному беспринципному гражданину по имени Том Скотт все же пришло. Часами просиживая на сайтах знакомств, Скотт не переставал искренне удивляться тому, что ни один из этих сервисов не предлагает просто дружбу. И решил восполнить пробел. Он разработал сайт «Друг в аренду», посетители которого могут зарегистрироваться и указать по часовую ставку, за которую вы готовы дружить. А заработать можно до 50 долларов в час. И ждать, когда ресурсом воспользуется человек, которому никто не приходит на дни рождения. Вас могут нанять, чтобы, к примеру, сходить в кино, поужинать в ресторане, просто погулять, сходить на свадьбу к бывшему или вместе сдать вещи в комиссионный магазин. Не знаете, в какой? А мы вам подскажем незамедлительно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меховое чудо может себе каждая из нас. И качество отличное, и стоимость приятная. А сдать свою разонравившуюся норковую шубу может любая. И на вырученные деньги, к примеру, купить себе новую. Вот конкретно мне, конкретно моему образу жизни, темпу жизни подходит эта шубка. Она коротенькая. И кажется странным, что я сейчас пришла не за купальником или за кожаной курткой, а за шубой. Но это очень удобно, потому что одной головной боли будет зимой у меня меньше. То есть я заранее сделала так, что подобрала себе уже зимний гардероб. Это очень удобно. И, кстати, по очень приемлемой цене. Правила приема в большинстве магазинов одинаково и просты. Приносите вещи в надлежащем виде, а все остальные заботы магазин берет на себя. Помимо меховых новинок, свой гардероб можно удачно пополнить еще и осенними луками. Куртки, плащи, демисезонные пальто элегантно, женственно, удобно. Будьте уверены, в таком наряде вы не останетесь незамеченной. Да, и стоимость порадует от двух до пяти тысяч рублей. Ну и, конечно же, платье. Кокетливые, вечерние, офисные, словом, на любой вкус и цвет. Что ж мы все о женских слабостях. Для мужчин мы тоже нашли практичные и удобные модели по приемлемой цене. А на сэкономленные деньги, например, можно приобрести кучу вещей своему малышу. Родители, не забывайте про своих чат. Вы можете побаловать их вот такими яркими комбинезончиками. Цена такому теплому атрибуту от 300 рублей. Кареты для новорожденных легко. Самые популярные стартуют от 2000 рублей. Теплые, удобные, водонепромокающие. В таких колясках прогулки будут комфортными и радостными. Не забывайте про детские кресла, ведь безопасность вашего ребенка прежде всего. Если вы привыкли одеваться стильно и модно, и не хотите отдавать за это большие деньги, то модный комиссионный маркет идеальный для вас вариант. Обязательно загляните на Молокова-1, корпус 1. Телефон 2-75-15-85. Прямо по курсу небольшой рекламный блок. Не уходите далеко. Скоро продолжим. Хотите на мгновение стать командиром воздушного судна и разрешить аварийную ситуацию? Авиастимулятор. Это кабина самолета с множеством функций для реального ощущения полета. Больше кефира – больше здоровья. В Советском Союзе эта фраза практически была лозунгом. И сполок моментально сметали белые бутылки с зелеными крышечками из фольги. Хотя в то время сполок вообще все сметали моментально. Но даже этот несомненно полезный продукт нужно употреблять аккуратно. Оказывается, кефир слегка затормаживает умственную деятельность. Ибо стаканчик другой напитка снимает напряжение и расслабляет нервную систему. И думать в такие минуты не хочется вовсе. Специально разработанный для аллергиков биокефир тоже нужно пить правильно. Маленькими глотками, а сам продукт должен быть комнатной температуры. Ну а по поводу лозунга «Больше кефира – больше здоровья» специалисты говорят следующее. 400 граммов в день и не больше. Вот нашу Алину Алтынгузину. Сколько не паи кефиром, лучше молока для нее напитка нет. В подтверждении молочная экспертиза. Из водицы белой все, что хочешь, делай. Масло в нашу кашу, сливки, простоквашу, творожок на пирожок. Ешь да пей, гостям налей и коту не пожалей. Догадались, о чем пойдет речь? Правильно. О молоке. Тем более, в настоящее время на прилавках молоко встречается на любой вкус. И в бутылках, и в коробках, и в пакетах. Покупай не хочу. Молоко впервые стали употреблять в пищу в 8-9 тысячелетии до нашей эры. Когда народы, населявшие Средний Восток, сумели одомашнить овец и коз. В 7-м тысячелетии на территории современной Турции люди начали пасти коров. Таким образом, пополнив свой рацион одним из наиболее популярных молочно-кислых продуктов. Самым полезным видом молока является козье. Оказывается, именно козье молоко Клеопатра добавляла в свои ванны красоты. Более того, люди, живущие в горных районах, которые никогда коровьего молока не употребляли, а только козье, живут по 100 лет. Старым и детям, и всем. Я вот за стакан парного молока все променяю. Я, может, поэтому долго и жил. В любом случае, молоко – это кладезь полезных свойств. Как говорится, пейте, дети, молоко, будете здоровы. Это белок, которым нам необходим, белок животного происхождения. И второй момент – это, конечно же, источник кальция. Остеопороз – такое сложное и, к сожалению, распространенное заболевание, мы можем говорить сегодня о пандемии остеопороза. Конечно, это кальциевый обмен. И одним из основных продуктов, который призван решить проблему современного человека, который мы назвали с вами остеопороз, – это регулярное использование молока в нашем с вами рационе. А для того, чтобы не разочаровываться в качестве молока, предлагаем вам провести доступный эксперимент в домашних условиях. Берете несколько видов молока, если, допустим, хотите такой эксперимент сделать, и делаете так. Вот оно у вас закисло, вы попробуйте на вкус. Если горчит, это однозначно некачественное молоко. А если действительно появляется простокваша хорошая, да, то вот этот продукт как раз естественный, самый настоящий. Ну а если вы доверяете только официальной и проверенной информации, вот вам свежие, не закисшие данные о молочных реках. В Красноярском центре стандартизации провели масштабную проверку молока. На вкус и цвет оценивали 14 образцов. Выяснилось, что такие известные марки молока, как молочные продукты из Березовки, Балахтинская, Комарчакская и Исток, лучше обходить стороной. А вот молочко 33 коровы, молочный городок, веселый молочник, а также простоквашина, можно смело кидать в свою корзинку и пить на здоровье. Но это не значит, что теперь употребление молока стоит сократить. Просто внимательно изучайте состав. Увидели надпись «Восстановленное», то есть приготовленное из сухого молока, откладывайте в сторону. Самое полезное молоко – нормализованное. В общем, не стоит пренебрегать старыми добрыми деревенскими традициями. И стаканчик свежего молочка в течение дня только улучшит ваше настроение и самочувствие. Вспышки камер, красная дорожка, толпа папарацци. Ну или хотя бы просто один, вечно бегающий по пятам папарацци и одна вспышка. Ведь хочется же ненадолго почувствовать себя звездой. С некоторых пор папарацци охотятся не только за знаменитостями. Нанять собственного звездного фотографа теперь может любой на сайте selectchaday.com. И можно бегать друг за другом или друг от друга сколько угодно. Вернее, на сколько денег хватит. Некоторые нанимают папарацци, чтобы порадовать или разыграть друзей. В качестве подарка на день рождения или для того, чтобы пофотографироваться в новой шубе. Выбрать которую можете, не отходя от телеэкрана. Мысль о приобретении шубы греет порой не меньше, чем сама шуба. А если еще и мех высшего качества, плюс уникальная модель от самого производителя. Отказаться от такого предмета роскоши практически невозможно. Это программа личный опыт и мы начинаем. Шубка, мы идем за тобой. Первое, что бросается в глаза, это блики меховых оттенков. Такое разнообразие формы модели, что обязательно найдешь ту самую единственную. Или даже несколько единственных. Сейчас, когда зима уже совсем близко, особенно приятно выбирать шубку. Ведь во многих меховых галереях производитель идет навстречу модницам. Норка никогда не перестанет быть актуальной. Фактурная елочка, окрас тирамису, кокетливый подол в фонарик. А этот вариант особенно ценится модницами. Норка оттенка колотый лед, пепельно-жемчужный, дымчатый тон и чуть расклешенный рукав. Эту эксклюзивную модель один раз увидишь, не забудешь. Очень необычная комбинация сразу двух мехов. Это норка и соболь. Обратите внимание, как выгодно сочетаются шкурки. Для автоледи укороченные модели, поперечный крой и неожиданный окрас. Например, розовый жемчуг. Кстати, рука в три четверти сейчас как никогда в моде. Обратите внимание на эти модели. Норка с соболем в благородных рыжих и молочных тонах. Такие богатые меховые воротники спасут от сибирской непогоды. Белый мех. Ты притягиваешь взгляд. Молочная норка. Нежно-кремовый силуэт. Это торжественность королевы. Необычные пурпурные тона. Нежный оттенок бордо. Трафаретные мотивы и кожаные пояса. О, эта зима не будет скучной. Меховой салон шубы Гонконга ждет вас. Цены от производителя. При покупке одной шубы, вторая в подарок. Торопитесь. Проспект Красноярский рабочий 27. Пятиэтажное здание ТК «Мега». Отдел 101. Звоните 214-40-76. 30 минут ценных советов, полезных экспериментов и практичных рекомендаций позади. Следующая полезная 30-минутка порадует вас только в ближайшую среду. Потому как впереди длинные и насыщенные праздничные выходные. А сразу после можете снова звонить нам по телефону 290-19-90 со своими вопросами. Заходите на наш сайт trk7.ru со своими комментариями. И смотреть нашу программу в 22.00 на 7-м канале. Всем удачи и только грамотных покупок. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...